Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, Курильчик Александр Александрович не смог сегодня поприсутствовать на нашей сессии. Всем он передает большой привет. И мы предложим вам наше краткое сообщение, на наш взгляд, несколько интересных случаев, которые посвящены ошибке диагностики лечения онкопатических пациентов. Что касается общей информации, сарком и костей представляют собой, понятно, разнообразную группу злокачественных опухолей. Частота чрезвычайно мала, и несмотря на небольшую долю в общую структуру всех злокачественных новообразований, актуальность данной темы связана с тем, что большинство пациентов составляют дети и лица молодого возраста, то есть социально значимое население. По данным всеми организаций здравоохранения, сам распространённым злокачественным наобразованием скелета является остеосаркома, она опережает по частоте хондро, саркому и саркому Юинга. Причины диагностических ошибок и ошибок лечебных. Обстоятельства, что данные заболевания являются достаточно редкими, это первая. Вторая причина является представлять собой особенности клинического течения опухолей, которые на первых этапах развития заболевания по симптоматике часто невозможно отличить от доброкачественных или опухолевоподобных заболеваний, а также недостаточная онкологическая настороженность пациентов, прошу прощения, врачей общей лечебной сети, что влечёт за собой проведение неадекватного лечения и нередко стимулирует прогрессивание основного заболевания. О диагностических затруднениях можно судить и по частым ошибкам, которые совершаются при первичном обследовании пациентов, которые достигают по данным различных авторов до 60%. Результатом этого является длительное наблюдение, неадекватное лечение, а порой в некоторых случаях назначение противопоказанного лечения, будь то физиотерапия, либо ещё что-либо. Значит, недостаточная специфичность клиника органических проявлений затрудняет не только уточнение природы и характера опухолей, но и решение вопроса о опухолевом или ином воспалительном, например, воспалительном генезе заболевания. По этой причине наиболее перспективной является совместная работа клинициста, лучевого диагноста и, естественно, морфолога. Значит, анализ собственного клинического материала за последние 5 лет показал, что порядка 35% случаев было допущено при лечении нашей категории пациентов, либо тактическая ошибка со стороны врачей общей лечебной сети. При этом скрытым течением заболевания было обусловлено 15% ошибок. Ложное заключение о доброкачественной природе образования имело 12% случаев, когда данные пациенты были оперированы с диагнозом доброкачественного процесса или нередко без проведенной первичной морфологической верификации диагноза на долечебном этапе. В качестве примеров несколько наших случаев достаточно интересных. Значит, первый пациент 73-го года рождения с диагнозом рак правой почки, метастазы в кости, вторая пясная кость левой кисти и проксимальный отдел левой большеберцовой кости. Значит, из анамнеза пациенту первично по месту жительства был установлен диагноз гигантоклеточная опухоль второй пясной кости левой кисти. Значит, выполнено было хирургическое лечение, кровярезекция второй пясной кости с аутопластикой дефекта трансплантатом из проксимального отдела левой большеберцовой кости. Однако, в послеоперационном периоде появились боли в области левой голени. Вот так выглядят рентгеновские снимки на дооперационном этапе. И вот мы видим место, откуда был забран аутотрансплантат. Значит, однако у пациента нарастала клиника болей в области забора аутотрансплантата. Была заподозрена, значит, маригнизация процесса, что-либо другое. И пациенту было выполнено дообследование. Он уже попал в наш центр. И только тогда мы начали понимать, что произошло. То есть доктора по месту жительства взяли аутотрансплантат из метастатического очага проксимального отдела левой большеберцовой кости. Далее пациент был дообследован. Было выявлено образование в левой почке. После этого пациент нами был прооперирован в объеме сегментарной резекции проксимального отдела левой большеберцовой кости. И, соответственно, была экстерпация второй пясной кости левой кисти. И выполнено пластикоцементным спейсером. Причиной данного диагноза ошибочной тактики лечения в данном случае послужила неправильная тактика проведения предоперационной биопсии. Пациенту было выполнено лишь цитологическое исследование из области второй пясной кости левой кисти. Также дальнейшей тактической ошибкой явилось отсутствие исследования области забора донорского материала. То есть рентгенография не проводилась с этого левой голени из большеберцовой кости. Позднее, уже после проведенной операции, выполнено рентгенологическое исследование и недооценка клинических и рентгенологических данных. Позднее выполнение. В целом данные наблюдения являются подтверждением низкой онкологической настороженности врачей амбулаторной и стационарной не специализированной сети. Следующий пример. Например, пациент 1963 года рождения с диагнозом хондросаркома, максимального отдела левой бедренной кости. Также из анамнеза длительное время невыраженная клиника болей в области левого бедра. В клинике Израиля пациенту было выполнено хирургическое лечение, была выполнена внутриочаговая резекция с пластикоцементным и, соответственно, пластикоцементным спецсором и металлоостеосинтез без предварительной морфологической верификации диагноза. Гистологическое заключение послеоперационного материала хондросаркома, Ж1, значит, далее пациент попал в наше поле зрения, вернее, он попал сначала в поле зрения по месту жительства, было выполнено ему, появилась клиника, вновь была выполнена открытая биопсия, препараты были пересмотрены в нашем центре, подтвержден был верифицирован морфологический диагноз и пациенту было выполнено дальнейшим хирургическое лечение у нас в центре эндопротезирования. Данный клинический пример отличает невыраженность болевого синдрома на предоперационном этапе, что позволило длительное время не обращаться за врачебной помощью. Также этот случай подтверждает, что в диагностике хондросаркома, как и других, соответственно, заболеваний нашей природы, необходимо выполнять как инструментальные методы обследования, так и биопсии, изучая поражение кости. С последующей морфологической верификацией диагноза на долечебном этапе. И еще один интересный пример. Пациент с остеосаркомой проксимального отдела левой бедренной кости хирургическое лечение по месту жительства. Семитарная резекция верхней трети левой бедренной кости эндопротезирования левого тазобедренного сустава. Прогрессивное заболевание в 2018 году продолжен рост опухоли. Из-за анамнеза пациент боли в левом тазобедренном суставе по месту жительства было выполнено хирургическое лечение, была выполнена резекция головки левой бедренной кости и выполнено ортопедическое эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Однако после морфологической верификации был выставлен диагноз остеосаркома и на консультацию пациент появился лишь по месту жительства через 4 месяца после верификации диагноза. И после этого он появился и в наше поле зрения. И уже картина была несколько иной на тот момент. Перепараты были пересмотрены в нашем центре и соответственно больному было выполнено хирургическое лечение эндопротезирование тазобедренного сустава. Эта ситуация была расценена как эсептический некроз изначально по месту жительства головки левобедренной кости. Причиной неправильной тактики лечения в данном случае явилось достаточно позднее направление пациента в специализированный стационар практически через 4 месяца после морфологической верификации диагноза. И таким образом хочется отметить, что опухоли костей не имеют характерных симптомов, особенно в ранних стадиях развития, поэтому часто симулируют доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания клиника. И симптоматика позволяет лишь заподозрить то или иное, заболевание. Окончательный диагноз же устанавливается на основании морфологической верификации обязательной. В случаях сомнительного или неуточненного диагноза противопоказано применение физиотерапевтических процедур, которые не только отдаляют начало специфического лечения, но также может способствовать местному прогрессивному заболеванию диссиминации процесса. Ну и, соответственно, лечение данных пациентов необходимо проводить в специализированных лечебных центрах. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Пожалуйста. Микрофон только возьмите. У меня такой вопрос. Вот в свете сейчас вышел закон о том, как должны проводиться заочные консультации. Очень много из городов, где нет специализированных центров, приходят заочные консультации с клиникой и с теми обследованиями пациентов, в которых предполагается какой-то онкологический диагноз. Вот какое ваше мнение? Можно ли заочно пациентам давать ответ, где им лечиться? Либо вы бы порекомендовали имущественную консультацию? Это сейчас очень важно, потому что этих пациентов мы должны госпитализировать в день обращения, если таких пациентов приезжают в специализированный центр. Ну, хорошо. И какие обследования вы бы рекомендовали проводить по месту жительства? Ну, вот я имею в виду биопсию, потому что она не всегда бывает информативной, никто в месте. Биопсию, к сожалению, по месту жительства не всегда могут выполнить. Да, да. И, наверное, скорее всего, такого пациента мы бы пригласили на очную консультацию и, соответственно... Госпитализировали бы? Вначале мы бы пригласили на очную консультацию, а затем госпитализировали на биопсию. Вы сейчас знаете, что по ОМС, если вы приглашаете на очную консультацию, вы не можете его не госпитализировать в этот день. Амбулаторный, если пациент приезжает, мы не можем его. Да? Ну... Вот есть сейчас такая сложная ситуация. Понятно. Вот мы сталкиваемся сейчас с этим каждый день, поэтому очень много таких ошибок происходит. И пациенты не те, которые без онкологических диагнозов к нам приезжают, и наоборот приезжают те, которые очень запущены. Поэтому вот я бы хотела услышать ваше мнение, что бы вы порекомендовали в этом случае? Все-таки я бы порекомендовал, чтобы биопсия была проведена в том месте, если она не проведена была до этого, где пациенту планируется определенное лечение, если в случае мы подозреваем какую-то малигнизацию заболевания. Но, к сожалению, вот с такими проблемами маршрутизации и многими другими проблемами, да, есть. И, соответственно, до сих пор... Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопрос. Меня не вопрос, а у меня комментарий. Вот в дополнение Анна Владимировна, что она сказала. Мы вот таких случаев можем сидеть с утра до ночи и это все анализировать. Вся наша беда в том, что это мы говорим друг другу. Да. Все, больше мы никому не говорим. Но для того, чтобы этого не было, это здесь должна быть политическая воля. До тех пор, пока не появится подзаконодательный акт в виде приказа Минздрава, мы это будем иметь сплошь и рядом. А на вопрос, следует ли рекомендовать биопсии по месту жительства, ни в коем случае. Только в специализированных центрах, потому что мы получаем то, что получаем. Казалось бы, специализированная клиника в Израиле. И что? А ничего. Деньги закончились и до свидания. Это другая сторона медицинского туризма. Но это политический вопрос. Я не буду в это встревать. Но мое мнение, что все пациенты должны лечиться только в специализированных центрах. И больше нигде. Даже в специализированных ортопедических центрах, которые не занимаются онкологией, им это надо тоже запретить. Спасибо. Спасибо большое. Нам сложно говорить, потому что мы немножко в других условиях работаем. Но на сегодняшний день аксиомой абсолютно является то, что пациенты такого уровня должны лечиться путем мультидисциплинарного подхода. И опять же, повторяясь, в специализированных центрах. Поэтому это на сегодняшний день уже не обсуждается. Это должно просто выполняться. Продолжение следует...